Самое крупное скопление петроглифов нашли археологи-любители неподалеку от Талдыкургана. Древнее святилище расположилось на площади 80 квадратных километров и представляет собой целый археологический комплекс с некрополем, древними поселениями и караван-сарая. Пока ученые изучили только одну десятую часть памятника, Гульнар Жантасова расскажет. Исследование этого уникального комплекса петроглифов археологами-любителями длится уже 4 года. По предварительным данным здесь сконцентрировано 26 тысяч рисунков древнего наскального искусства. В основном это изображения животных, также батальные сцены и культовые сцены охоты. Центральная часть святилища 2, север, монолит, панорамная плита, ориентированная на юг. Это святилище археолог-любитель почти 40-летним стажем Ольга Гумирова называет самым крупным не только в стране, но и за ее пределами. Научному волонтеру есть чем сравнить. Ей довелось участвовать в десятках экспедиций Института археологии. Радует и тот факт, что на протяжении больше 4 тысяч лет на одинный комплекс сохранился в первозданном виде. Его можно назвать энциклопедией развития кочевничества на территории ЖТСУ в картинках. То есть можно проследить от зарождения кочевничества до сегодняшнего дня, потому что здесь присутствуют рисунки не только эпохи бронзы. Поздние бронзы, когда начиналось кочевничество, хорошо представлено сакское искусство, тюркское и этнографическое время. Сейчас археологи ведут паспортизацию объекта, а это очень кропотливая работа. Необходимо изучить, зафиксировать координаты каждого рисунка, описать его расположение и особенности, и создать его собственный паспорт, который войдет в базу петроглифов Института археологии имени Маргулана. Сейчас все это проводится практически на голом энтузиазме, при незначительной поддержке самого вуза, а также волонтеров и просто неравнодушных людей. Для меня просто непонятно, почему в Житусуйской области не выделяются деньги на исследование этих памятников и на охрану. И это должно быть не такое, знаете, волюнтуристское какое-то действие. Это должна быть серьезная, продуманная научная работа. Потому что эта информация, это не только достояние нашей страны, это достояние мировой истории и культуры. С областного бюджета было выделено 9 миллион 700 тысяч тенге. На данное время все проведены, все конкурсные процедуры. Выявлен у нас победитель. Сейчас договор с победителем, с центром охраны памятников и победителем договор подписан. Работы уже начаты. Полностью по Харатальскому району будут делать паспортизацию памятников археологии. Это выявление, учет и установка охранных зон памятников. Ученые называют Казахстан страной петроглифов, поскольку их насчитывается порядка 300 скоплений. А вокруг Талдыкургана сконцентрировано больше десятка древних памятников историко-культурного наследия. Урочище Ишкуэль-Мес уже признано самым большим скоплением петроглифов на территории Евразии. Есть также археологические комплексы Алабаса, Баян-Джурек, Архарла. И это лишь малая часть, утверждают специалисты. А найденное святилище Ордакуль претендует на звание самой крупнейшей в мире галереи древних наскальных рисунков. Совместными усилиями мы сохранили еще одну плиту. Как мы видим, здесь петроглифы тюркского времени, козлики наши любимые, где-то Архарла. Упало приблизительно 20 лет тому назад. При недостаточном финансировании изучение этого уникального археокомплекса может затянуться на долгие годы. А это чревато и случаями вандализма со стороны местного населения. Поэтому ученые так торопятся паспортизировать объект. Тогда есть надежда, что он не только будет под охраной государства, но и войдет в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гульнар Жанатасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар, 24, область ЖТСУ.